Привет всем драноманам, дранолюбам и драноводам Ну а также тем кто случайно, может быть не случайно смотрит это видео Я уже несколько месяцев хочу записать этот ролик, но все какие-то форш-мажорные обстоятельства мешают мне это сделать То спалил объект съемки, то у меня дрон утонул И сразу здесь оговорюсь, что если кто-то смотрел ранее мой ролик плавающий квадрокоптер Значит он поймет в чем дело Хочу сразу оговориться Ни в коем случае не испытывайте или не проводите подобные испытания на соленой воде Только на пресной В пресной воде, если вы искупали свой дрон, вы его стряхнули, отключили от аккумулятора Просушили и он у вас снова полетит Но если вы на соленой воде, как это делал я, будете испытывать свой дрон То никакая просушка уже ему не поможет Вам понадобится менять, полностью менять плату управления То есть если вы захотите проводить такие испытания, то готовьте сразу же вторые мозги для вашего дрона Ну а я вот уже на протяжении двух месяцев жду эти мозги Пять дней назад я получил сообщение, что плата прибыла в Украину И передана на таможню Ну вот пять дней лежит на таможне в Киеве И никаких пока сообщений больше нет Такого раньше не было Вот до июля месяца практически на таможне все операции проходили в течение одного дня Утром пришла, вечером ушла Вечером пришла, попала на таможню Утром она уже едет дальше А сейчас по несколько дней, а то может быть и больше Находится на таможне По другим посылкам, которые у меня есть 11 сентября Зашли в Украину Сегодня уже 10 октября Никаких нет сведений об этих посылках Так что творится непонятно С 1 июля вступили в силу новое ограничение Дополнение к таможенному кодексу По ограничению ввоза посылок из-за границы в Украине Максимальное количество в месяц, которое можно получить Это 3 посылки И сумма одной посылки не может превышать 100 евро Но это практически обрезали для дранолюбов или драноманов Практически обрезали всякую возможность Завозить или покупать для себя Какие-то новые детали Или покупать новые дроны Беспошлино Стоимостью более 100 евро Но это конечно очень плохо Это удар в первую очередь по Малоимущей категории населения Любителей Любителей почтового шопинга Или интернет шопинга Но я отвлекся немножко Я хочу вам сегодня рассказать И показать Суперлегкий двухосевой Подвес Или электронный стабилизатор Для квадрокоптера Я его не буду снимать Вот он у меня Этот подвес Подвес Вот он у меня На моем разобранном Сима X8 SG По причине разобранности Я уже сказал Что Вот эти мозги После попадания в соленую воду Они вышли из строя Практически полностью По той причине Что соль осталась Между контактами микросхемы Как никак Ее уже отсюда не выводят Ну и кроме того Соль раздела Золотые ниточки На плате Практически Особенно Те Которые отвечают За Энерго Обеспечение Моторов Но это уже В другом В другом Видео Вот Вот наш подвес Супер легкий Супер легкий Очень удобный Я искал Такой супер легкий Подвес Здесь уже У меня установлена Камера Камеру Можно ставить Любую Как Типа То что у меня Стоит Это F60 Ну это F60 Можно сюда Ставить И Экин И Сычекам То есть Практически В подобных Коробках Можно Кроме того Я еще сюда Ставлю И Лиз 7000 Я вам покажу Как она Устанавливается Значит Кроме того Вы видите У меня здесь На подвесе Еще Камера ФПВ Она у меня Раньше Стояла Здесь Крепление Стояло Но Не очень Удобно При полете Что Если Вы используете Подвес Подвес Наблюдать За Происходящим Через ФПВ И Не знать Что там Снимает Ваша Камера Основная Поэтому У меня Практически Все Манипуляции Которые Происходят С Основной Видеокамерой Также Видны На экране Монитора На который Передает Камера ФПВ Питание Осуществляется От Дополнительного Аккумулятора Можно Естественно Запитывать И от Основного Аккумулятора Потому что Этот Подвес Питается То есть Напряжение Необходимое Для работы Это От Пяти И До Не помню То ли до Двадцати Шести То ли до Двадцати Восьми Но я Позже Вам Расскажу О параметрах Этого Подвеса Значит Ну Если Подключать Его К основному Аккумулятору Он Значительно Сократит Время Полета Учитывая Что Вес Всей Системы Которая У меня Здесь На Квадрокуртуре Есть Это И Передатчик И Дополнительная Камера И Сам Подвес Значит Они Утяжеляют Всю Конструкцию И На это Также Необходима Дополнительная Энергия Поэтому Желательно Запитывать Подвес И ФПВ Передатчик У меня ФПВ Передатчик Здесь Вот он Есть Тоже Это Другое Видео Я расскажу Как я Монтирую И Использую Всю Эту Систему ФПВ Сегодня У нас Речь Идет О Подвесе Поэтому Желательно Конечно Использовать Дополнительный Аккумулятор У меня Здесь Стоит Дополнительный Аккумулятор На 650 МАч И С Напряжением 7,4 Вольта И Подвес Работал Нормально Работал При 5,5 Вольт То есть Ниже 6 При Разрядке Аккумулятора Ниже 6 Вольт Он Еще Работал Но Сейчас Мы Подключим Подвес К Аккумулятору И Посмотрим Как он Справится Со Своей Задачей Разъемы Аккумулятор Я не Подзаряжал Он Как у У меня Был Немножко Разряженный Вот Раз Не Понял Я Это Три Щит Плохо Затянут Вот Этот Ремешок Вообще Мне Не Нравится Это Крепление Сейчас Я Отключу Потому Что Что-то Он Дребезжит Пришлось Поменять Камеру Я Уже Оговорился О том Что Мне Не Нравится Мне Не Нравится Вот Этот Крепеж Им Практически Невозможно Затянуть Камеру Не Всегда Получается Во всяком Случай Не Всегда Получается Затянуть Вот Эту Камеру Так Чтобы Она Плотно Прилегала К Основанию Стабилизатора Или Подвеса Будем Так Его Называть А Такой Вот Вариант Такой Вариант Крепления Камер Вот Таких Камер Как Xiaomi Как Li GDH 7000 У меня Сейчас Здесь Стоит GDH 7000 Он Гораздо Лучше Скать Удобнее Во первых Вы Регулируете С этим Этим Винтом Камеру В основании Вот Этой Платформе Так Как Вам Надо Хотите Отрегулируйте Сразу По Центру Не Подключенную А потом Уже При Подключении Питания Вы Можете Отрегулировать И Угол Наклона И Другие Параметры И Просто Сбросить Вы Можете Сбросить Все Настройки На Заводские Поэтому Тут Много Вариантов Сейчас Я Покажу Как Это Делается Но Сначала Запитаем Я История Приобретения Этого Подвеса Такая Я Нашел На Алиэкспресс Супер Легкий Подвес Электронный Вот видите Подвес Встал При подключении На свое место Вот он Стоит Независимо От положения Квадрокоптера Угол Приличный Удерживает Таких Даже Не может Быть Вот с этой Камерой Причем с двумя Камерами И одна Камера И вторая Камера Здесь стоят Они Отрегулированы Таким Образом Что Картинка Совпадает Картинка Магистральной Камера То есть Камера ФПВ Картинка Передавая Вась Камера ФПВ Она Соответствует Той Картинке Которая Попадает В объектив Основной Камеры Которая Снимается На Карту Поэтому Вот видите Подвес Работает При очень Большом Диапазоне Напряжения Входящего Но Есть Нюансы Позже Расскажу Когда мы Перейдем К фотографиям И Конструкциям Так я Не закончил Мысль Нашел Подвес 114 Грамм Мне Вот он Подходил На этом Подвесе Был Мини Выход USB Мини Вход USB Для Подключения К компьютеру И Регулировки Углов Наклона Камеры С помощью Программы Мне Мне это Очень Подходило Я Сделал Заказ Подвес Пришел Довольно Быстро Я Начал Осваивать У меня Сбились Настройки При смене Как исправить Тогда Я Обратился Уже Паспортом К мануалу Который Шел С У меня Этот Подвес Пришел Вот Такой Коробочке Там Были Кроме Подвеса Еще Кобелечки Кобелечки Соединительные Для Регулировок Для Подключения К Передатчика И Вот Такой Мануал На Английском И Китайском Языках На Английском И Китайском Толку Здесь Ничего Не Было Только Были Краткие Характеристики Я Обратил Внимание Что Мне Прислали Не тот Подвес В чем Разница Я вам Сейчас Покажу Фотография Из Мануала Который Подвес Который Я Заказывал То есть Документ Все Правильный А Подвес Неправильный Не тот Вот Видите На Подвесе Который Заказывал Должен Быть Такой Мини USB Вход И Рабочее Напряжение Должно Быть От 10 До 16 Вольт Работать Он Должен От Трех Баночного Аккумулятора Значит Минимальное Напряжение 10 Максимально 16 Вольт Что Мы Имеем В нашем В нашем Варианте В нашем Варианте Мы Имеем Отсутствие USB Входа Для подключения Компьютера Напряжение Рабочее От 6 До 26 Вольт Практически От 5 С Половиной До 26 Я Естественно На 26 Вольт 24 Вольта Я Не Подключал Его Мне Было Достаточно Поменять Ошибочно Плюс С Минусом Чтобы У меня Сгорел Вот Этот Стабилизатор Вот Эта Микросхема Она Копеечная Стоит От 16 До 30 Гривен Это Вообще Копейки Вот Но Тем Не Менее Она Пробит Казалось Пробит Пришлось Все Менять Поэтому Никому Не Рекомендую Если Вы Используете Трех Баночный Аккумулятор Не Использую Подключать Не Только Этот А Любой Подвес Напрямую Напрямую К Аккумулятору Потому Что Ток Разряда Слишком Большой Моментально И Может Выйти Из Строя Вот Эта Вот Микросхема Вот В этом Оказалась Разница Ну Я Естественно Особо Не Расстроился Потому Что Меня Полне Устраивала Работа Этого Подвеса От 7,4 Вольт От Аккумулятора Меня Расстраивало Расстраивал тот факт Что я не могу Отрегулировать Угол наклона Я обратился К Продавцу Он мне Ничего Толком Не Подсказал Стал Внимательно Изучать на сайте Описание Да И еще Я Забыл Сказать Что Разница В весе Этих Подвесов Оказалось 10 грамм То есть Мой вариант Весил 104 грамма А Который Я заказывал 114 Вот 114 грамм Этот Который Мне Предлагалось На сайте Вот И 104 Который Я Имел Получил То есть Это тоже Меня обрадовало Что на 10 грамм Все таки Извините 10 грамм Это Вес Практически Моего передатчика Без антенны Даже чуть меньше Это Меня Вполне Устраивало Но Не устраивало Отсутствие Возможности Регулировать Тогда Я начал Искать Как же Можно Отрегулировать Угол И стал На других Сайтах У продавцов Этого Подвеса Искать Какую-либо Информацию Нашел Значит Есть Вот такая Кнопочка Такой Ключик На Подвесе И Вы можете Вручную Регулировать Используя Этот Ключ Одно Нажатие Один раз Нажатие Вы сбрасываете Все настройки На ноль То есть Дроблера Приходят В заводские Настройки Возвращаются Все Какое Изменение Произошли Случайные Там Не случайные Они все Убираются И вы Приходите К заводским Настройкам Три раза Нажимаете На эту Кнопочку И И Потом Вручную Практически Я вам покажу Вы можете Выставить Любой Угол Наклона Итак Как Работает Этот Ключ Как Можно Производить Настройки Подвеса Без Программы Без USB Входа Вот Здесь Вот Находится Здесь Вот Находится Вот Этот Ключ Эта Кнопочка Вот Мы Нажимаем Один Раз Один Раз Мы Нажали Вот Он Упал И Возвращается Настройки Которые Были Теперь Нам Необходимо Выставить Угол Ну Здесь Мы Можем Еще Отрегулировать Горизонт Чтобы Не Завалился Горизонт Теперь Мы Регулируем Угол Наклона Раз Два Три Он Насыпал И Мы Выставляем Угол Наклона Все Зафиксировали Вот Он Угол Наклона Наш Вот Он Надо Изменить Угол Наклона Еще Раз Раз Два Три Уменяем Угол Наклона Все Все Зафиксировалось Угол Наклона Вернуть Угол Наклона Возвращаем Наклона Такое Наклона Раз Два Три Вот Вот Мы Вернули Угол Наклона Вот Работа Нашего Стабилизатора Так Так Это Настраивает Крепится На платформе От Механического Подвеса Сима Х8 Вот Механический Подвес Сима Х8 Плата Которая Она Он Вот С Такой Платформой Она Легко Меняется И Сажается На те же Демфера Которые Есть Или на Механической Плате Или на Плате Этого Подвеса У меня Здесь Уже Стоит Так Как Демфера Этого Подвеса Очень мягкие Электронно Они Быстро Руются Когда Меняешь Вытаскивают И выскакивают Довольно Таким Демфер Легко Поэтому Чтобы Не Выскакивали Желательно Суровой Ниточкой Связать Не Прижимать А Просто Сделать Петельку С Узелком Чтобы В Случае Если Она Выскочит Не Потерялась Если Демфер Выскочит Не Потерялся Потому У меня Уже Были Такие Президенты Когда Демфера Терялись Жесткой Посадки У меня Уже Здесь Стоит Здесь От Электронного Здесь От Механического Вот Заменил Плату И Но Проблем Если Вы Не Уверены В том Что У вас Зажим Жесткий То Вы Можете Эту Платформу Саморезом Прикрутить Здесь Есть Отверстие Прикрутить К Корпусу Квадрокоптера Вот Так Вот Он У меня Устроен Видите У меня Он Работает Вместе С Камерой ФПВ Она Тоже Она Прикреплена Здесь На Эту Платформу Подвес Вполне Справляется С Двумя Камерами Вот Как Работает Как Смонтирована У меня Система ФПВ Я Расскажу В следующем Видео Когда Буду Менять Вот Эту Часть Своего Квадрокоптера Если Кто-то Смотрел Предыдущее Видео И Видел Мой Ролик Плавающий Квадрокоптер Где Я Неудачно Испытывал Поплавки Для Квадрокоптера Вот Тот Может Понять Почему Я Это Делаю В Общем В Следующем Видео Я Расскажу Как Я Смонтировал Систему ФПВ Как Она Работает Все До Следующего Видео Квадрокоптера Квадрокоптера Продолжение следует...